Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 33, муча 36, в браке 5 лет, в отношениях 6. Раньше работали примерно на равных по зарплате. Последние 4 года я сижу в декрете, так как родила двух деток и младше только два в этом году. До этого всего год как приняли в фирму, где давно хотела работать. На рядовую должность, но с перспективой. Муч хотел ребенка сильно и срочно, я пошла навстречу, поэтому повышение прошло мимо. В последнее время часто слышу от него упреки и принижение моей работы из-за невысокой зарплаты. Якобы за 40 ка я забуду сидеть отдыхать, так как за такие копейки еще и работать перебор. Он за свои 70 скалывает и устает. А я еще и на выходных просил посидеть с младшей дочкой, хоть иногда, чтобы я могла готовить, убрать или искупаться не среди ночи, а иногда и поспать, так как по ночам к детям встаю только. Я и у меня сложности с засыпанием после этого. Мне очень неприятно слышать, что мой труд обесценивают постоянно. Когда дети были маленькие, я, по его словам, сидела дома, отдыхала. Сейчас тоже ничего не делаю целыми днями, только сплю и ем. А выйду на работу, тоже ничего делать не буду, только сидеть и потолок плевать. Как мне перестать, остро на это реагировать? Или что вообще делать в такой ситуации? Ну, что делать, чтобы что? Для чего? Что делать? То есть, понятно, что... Понятно, что делать что-то надо. Но вам бы цель сформулировать для начала. То есть, какая цель-то? Чего хотите? Изменить? Допустим, своего мужа вы хотите изменить? Или, может быть, вы сами изменить хотите? То есть, вот буквально... Буквально. Какая цель? Дальше. Если как-то вот... Глобально говорить о ситуации, то я бы сказал так, что очень похоже. Как будто вы, знаете, в большей степени конкурируете. То есть, вот у меня есть такое ощущение, что вы со своим мужем были в определенной конкуренции. Вот. Ну, были и в принципе, как мне видится, и остаетесь. То есть, ваши отношения, они выстроены как будто именно вот на конкуренции, на какой-то борьбе, что ли. А когда есть эта борьба, когда есть вот то, что подразумевается конкуренцией, да, когда есть какое-то вот ну, знаете как, какое-то желание подавить партнера, да, страх, там, например, не отстать от него, то возникают, конечно, трудности возникают, на мой взгляд. ряд проблем, в частности, одной из основных проблем можно назвать невозможность воспринимать друг друга не в рамках этой самой конкуренции. То есть, вот, такое чувство, что у вас кроме конкуренции больше нет взаимодействия. Вот. То есть, понятно, что я сейчас возможно несколько гипертрофировал об этом говорю, но выглядит ситуация вот так. Смотрите, вы начинаете говорить со своего возраста. т.е. вы буквально говорите, что вот, мне 33, мужу 36, вот, в отношениях мы там находимся 6 лет, браке 5. Цифры. по сути сухие цифры. И здесь хочется вас спросить примерно следующее. Какое значение для вас имеет возраст? Какое значение для вас имеет вот то, сколько времени вы находитесь в браке и так далее? Вот буквально какое для вас это имеет значение, раз вы об этом практически сходу говорите? Раз вы об этом по сути пишите, если это ваше первое то, с чего вы начинает? Это очень важно. Дальше вы пишите, раньше работали примерно на равных по зарплате. Значит, про что здесь? Ну, вот, буквально про что здесь? Буквально здесь про то, что тема денег для вас имеет значение. Тема денег для вас имеет важное значение. Я имею ввиду не для вас, вот, конкретно вас, а я имею ввиду для вас вместе с мужем. то есть почему-то вы вместе с мужем уделяет этому большое значение. Теме денег. Раз вам пришла в голову такая вот мысль, такая формулировка, что вы работаете на равных зарплатах. понимая себя, себя, такая вот история. То есть этот вопрос касается вашего отношения к деньгам. Это первое. и второе. Это касается места денег в ваших отношениях. Дальше. Вы пишите, последние 4 года сижу в декрете, родила двух деток, младше только 2 в этом году. Какое значение для вас умеют дети? Именно для вас, не для мы. До этого всего год как приняли фирму, где давно хотел работать, но рядовую должность, но с перспективой. Какое значение для вас это все имеет? Вы пишите, муж хотел ребенка сильно и срочно, а я пошла на встречу, поэтому повышение прошло минимум. Уверены ли вы, уверены ли вы, что не обижены нам его? Уверены ли вы в том, что приняли его? Уверены ли вы в том, что это было не только желание вашего мужа? Уверены ли вы в том, что желание было и вашим? Или нет? Потому что ситуация складывается довольно странно. Вы пишете, муж хотел ребенка сильно и срочно. Что это за сила и срочность такая, то есть такая спешка. Откуда? Откуда она такая спешка? А вы? Хотели ли вы ребенка или нет? Вы говорите, я пошла к нему на встречу. Что вы имеете ввиду? Ну то есть вот буквально, что вы имеете ввиду, говоря о том, что вы пошли ему на встречу. То есть вы согласились, вы разместили какие-то свои чувства к мужу и так далее. Понимаете? Какой момент? То есть это вопрос того, как вы относитесь к себе. Это вопрос о том, как вы воспринимаете себя, как вы воспринимаете свои эмоции, свои чувства. Насколько вы цените себя и цените ли вы себя вообще. Понимаете, да? Вот. То есть ситуация здесь довольно важна. Далее. В последнее время часто слышат неупреки и принижение моей работы из-за невысокой зарплаты. Якобы за сорока я там буду сидеть отдыхать. Еще, так как за такие копейки еще и работает перебор. А он за свои земли скалывает и устает. А я еще и на выходных прошу его посидеть с мальчиком, с дочкой, чтобы я могла гапы вот убрать или тупо искупаться не среди ночи. Иногда и поспать, так как по ночам детям встаю только я. У меня сложности засыпания после этого. Вот. Такое длинное достаточно получается сообщение. Вот. И, значит, что я бы хотел вам сказать здесь. Ну, во-первых, пожалуй, чувствуется обида. Чувствуется обида. Чувствуется некоторая злость. Как бы, ну вот, на вашего, получается, мужа. То есть, возможно, возможно, вероятно, вы как-то вот не высказываете ему, вот, ну, своих переживаний, возможно. То есть, возможно, вы не говорите ему о том, что вот вас как-бы беспокоит. Возможно, вы не выражаете ему вот своих, ну, своих чувств в полной мере как-бы. Вот. Вы не выражаете, возможно, это ему. И это само по себе является проблемой, если вы сдерживаетесь. Вот. Тут, помимо всего прочего, довольно важную роль играет то, что вам тяжело, вам тяжело, значит, с детьми. Вот. Вам трудно с детьми. И вы как-то вот эту историю для себя тоже в этом смысле, да, ну, вот в каком-то смысле вы для себя эту историю тоже, получается, как-бы допускаете. Вот. То есть, то, что вы мужа, ну, просите, да, вы просите его посидеть, это говорит о том, что вот изначально как-то вы сделали это довольно-таки мало и довольно-таки редко просили его об этом. Несмотря на то, что вам, очевидно, тяжело. Вот. То есть, это в данном случае идет пренебрежение собой. А для мужа в условиях конкуренции, например, это возможность действительно вас как-то вот принизить, да. Для мужа это действительно возможность как-то вот продемонстрировать вам, что он лучше, да, что он как-то, значит, ну, сильнее и так далее. Понимаете, какая штука, какая штука. Вот. Ну и повторюсь, почему я спросил у вас, значит, почему я спросил у вас про то, какое значение для вас имеет работа? Вот это вот, ну, должность. Вот. Почему я вас об этом спросил? Потому что, на мой взгляд, значимость работы для вас, именно вот, значимость определяет то, как вы, ну, в этой ситуации, в этой ситуации себя, грубо говоря, ну, чувствуете. Вот. Вот. То есть, насколько для вас является вот действительно принижением то, что вы, я так понимаю, отказались от карьерного роста ради детей. Вот. И пошли навстречу мужу. Вот это вот смущает меня. Навстречу мужу. То есть, здесь очень похоже, что речь идет про нарушение вами своих сначала личных границ, а после этого уже происходит нарушение личных границ вашему мужу. Вот. А вы, соответственно, делая, вот, такую, ну, допустим, жертву, вот, идя на такую жертву, вы ожидаете, ждете от мужа, что он будет вас ценить, а он не ценить. Потому что вы не цените себя. Вот. В рамках зарплаты я, честно говоря, не очень понял. Ну, то есть, на мой взгляд, вот, то, что вы описываете про, ну, именно про деньги, ну, это больше как-то похоже на то, что он наоборот говорит, что работа не стоит ваших сил. Вот. Но, тут, безусловно, я бы сказал, что нужно как-то уточнить этот момент, потому что могут быть разночтения. Вот. А мне бы этого не хотелось. Вот. Да? Дальше. Мне очень неприятно слышать, что мой труд обесценивают постоянно. С одной стороны, верно, то есть, с одной стороны, абсолютно нормально, что вам, ну, неприятно это. С другой стороны, очень важно то, как вы обращаетесь с этими чувствами, то есть, ну, буквально, как вы обращаетесь с тем, что вам неприятно, что вы говорите своему мужу, вот, и говорите ли вы ему вообще что-то. Не следа, то как вы это делаете, опять же, опять же, буквально, как вы ему об этом говорите, то есть, буквально, как вы обращаетесь со своими переживаниями, как вы обращаетесь со своими эмоциями. То есть, что вы с ними делаете, как вы их, ну, скажем так, выражаете там, да? То есть, вот. Это первое. А второе, это то, что неприятно вам, в том числе и потому, что вы считаете так сами. То есть, например, для меня очевидно, что вы действительно обесценили свой труд, вы действительно обесценили свой карьерный рост. К сожалению, и одно дело, если бы вы сделали бы так, потому что вам этого хотелось, то есть, одно дело, если бы вы сделали бы так, потому что вы были бы... Готовы к этому, а другое дело, если бы вы это сделали для своего мужа, ожидая, надеясь, что он вас... Ну, как-то вот может быть поймет, как-то может быть оценит, а он этого, получается, не сделал. И вам от этого больно, потому что получается, что таким образом вы, ну, не получили того, что хотели. Вы чувствуете себя проигравший. И это болезненно. То, что я описываю, да, как мне эта ситуация видится, это очень болезненно и тяжело. Поэтому я бы сказал, что неприятные чувства, в том числе злости и обиды, нужно проживать и учиться говорить об этом. Другое дело, если вы не умеете об этом говорить. Другое дело, если у вас с супругом не принято об этом говорить. Это вот уже немножко другая история, как вы понимаете. Дальше. Когда дети были маленькие, я по его словам сидел дома отдыхал, сейчас тоже ничего не делаю, целом днями только сплю и ем, выйду на работу, тоже ничего не буду делать. Я бы сказал, что здесь ваш муж как бы демонстрирует, вы знаете, что-то вроде, что-то вроде оторванности как будто бы от реального процесса воспитания. Детей. То есть у него почему-то нет понимания от того, насколько это тяжело. Я думаю, связано с тем, опять же, что он не был к этому процессу привлечён. Почему не был? Как он участвует и участвует ли в воспитании детей? Это, согласитесь, большой вопрос. Прежде чем решать что-то, прежде чем делать что-то, желательно разобраться в себе, желательно разобраться в том, что вы чувствуете, понять себя. Тогда уже двигаться дальше. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Всего вам самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. 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 Продолжение следует...